Алина Шелепова очень симпатичная и хрупкая девушка. Глядя на нее, трудно представить, что уже в школе она мечтала быть следователем, выезжать на места преступления, определять виновных даже в самых запутанных делах. На четвертом курсе, в частности, у нас началась с новой криминалистики, криминологии. Очень интересно, конечно, мне это показалось, поэтому после четвертого курса я пошла на практику к следователю Следственного комитета. Старшие коллеги сразу разглядели в девушке потенциал. Предложили тогда еще студентке стать общественным помощником. Сейчас Алина профессиональный исследователь-криминалист. Говорит, первое время подсчитывала, сколько уголовных дел сдала в суд. Но когда цифра перевалила за 50, поняла, что не количество главное. Некоторые печальные истории до сих пор остаются в сердце, которое во время работы должно быть холодным. Например, трагический случай с маленькой девочкой-инвалидом. Ее мама, находясь в депрессии и усталости, убила ударом в живот. Женщине дали почти 6 лет лишения свободы. Она раскаялась, но ребенка не вернуть. Ситуация далеко не из приятных. В принципе, то, что касается несовершеннолетних, а особенно вот именно малолетних, маленьких детей, это психологически тяжело на такие осмотры места происшествия выезжать. Следователь-криминалист. На вопрос, чья это профессия, мужская или женская, Алина отвечает, не имеет значения. У одних более развита логика, у других интуиция. К тому же в работе помогает техника. В передвижной криминалистической лаборатории есть уникальное оборудование. Например, мобильный источник света. Он позволяет увидеть мельчайшие следы биологического происхождения. Или эндоскоп, который способен проникнуть в труднодоступные места и найти улику. Если заявляется, то есть безвестное исчезновение граждан, у нас регистрируется это автоматически, как статья 105 убийства. И нам необходимо очень тщательно делать осмотр места происшествия по данному факту. То есть просматривать прям все. То есть даже то, что на шкафах может быть или, скажем так, щелях. Ее ценят коллеги, к ней обращаются за советом. А семья уже смирилась, что даже среди ночи Алина может поехать на место преступления. Кстати, несколько дней назад она стала женой. Муж тоже из органов и поддерживает ее во всем. Свободное время, которого немного, Алина посвящает любимому хобби – дайвингу. С группой единомышленников погружается на дно Алтайских озер. Говорит, на территории края достаточно красивых водоемов. Есть у девушки мечта – отпуск она хочет провести на Кубе, полюбоваться Карибским морем. Надеется задуманное осуществить, возможно, уже в сентябре. Елена Кузовкина, Павел Лауронин. Наши новости.